Продолжение следует... 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 Моторика желудочно-кишечного тракта определяется как результат скоординированных сокращений и расслабления мышц желудочно-кишечного тракта, необходимых для перемещения химуса в дистальном направлении. И если мы говорим и затрагиваем такой вопрос, как классификация кишечной непроходимости, я хочу сказать, что мы сегодня будем касаться только непосредственно пароэтической формы. Регуляция моторики. Регуляция моторики – это существование оси кишечник-мозг, это участие центральной нервной системы, энтеральной нервной системы и гуморальной системы. Если мы вспомним непосредственно строение кишки, вот оболочки, их пять, да, сирозная оболочка, это непосредственно следующее – это слой продольной мускулатуры, слой кольцевой мускулатуры, подслизистый слой. И пятый – это непосредственно сама слизистая оболочка. Даже по окраске, которую вы видите на этом слайде, видно, что они все, эти оболочки, они совершенно различные. В каждой из этих оболочек свои рецепторы, своя регуляция, которая в итоге приводит непосредственно к сокращению и перистальтике. Интеральная нервная система. Интеральная нервная система – это система сенсорных двигательных нейронов и интернейронов, которые простираются от пищевода до прямой кишки, располагаясь непосредственно в стенке полых органов. Наряду с симпатическими и парисимпатическими нервными системами составляют вегетативную автономную нервную систему. Количество нейронов в интеральной нервной системе составляет более 100 миллионов, что почти соответствует количеству нейронов спинного мозга. Высокоразвитая интеральная нервная система особенно важна в регуляции гастроиндостинальной двигательной и секреторной активности. Еще раз напоминаю, это автономная система. И она состоит из двух сплетений. Вы видите, это сплетение межмышечное сплетение или сплетение Ауэрбаха. И внутреннее сплетение, которое располагается в подслизистом слое, его называют подслизистым сплетением или сплетением Мейснера. Несмотря на то, что нервная система может функционировать, интеральная нервная система может функционировать самостоятельно, независимо от внешних нервных влияний, стимуляция симпатической и парасимпатической систем может значительно усиливать или ослаблять кишечные функции. Нейроны интеральной нервной системы сгруппированы в тысячи кластеров, называемых ганглиями, которые в основном идут в этих двух системах, вышеназванных. Это межмышечное сплетение и подслизистое сплетение. Они здесь отражены черными линиями. Внешний контроль этих сплетений осуществляется симпатической и парасимпатической нервной системой, о чем мы сказали чуть выше. Чувствительные волокна, исходящие из кишечного эпителия стенки пищеварительной трубки, входят в интеральное сплетение и далее идут непосредственно к паравертебральным ганглиям спинного мозга и непосредственно к спинной мозг и стволу мозга. Очень важная роль принадлежит в регуляции непосредственно функции желудочно-кишечного тракта парасимпатической и симпатической нервной системы. Парасимпатическая иннервация кишечника осуществляется краниальными и крестцовыми отделами. Здесь на слайде это видим. За исключением нескольких парасимпатических волокон, идущих к полости рта и окологлоточному пространству, черепно-мозговые парасимпатические волки почти полностью проходят в составе блуждающего нерва, нервус вагус. Эти волокна обильно снабжают пищевод, желудок, двенадцатиперстную кишку и в некоторой степени кишечник, включая максимальный отдел тостого кишечника. Крестцовые парасимпатические нервы берут начало во втором, третьем и четвертом сакральных сегментах спинного мозга, и в составе тазового нерва подходят к дистальному отделу толстого кишечника и доходят до анального отверстия. Вот сама иннервация, протяженность этой иннервации очень важна нам для понимания в последующем эффективности того или иного непосредственно метода лечения. Стимуляция парасимпатических нервов вызывает общее повышение активности всей энтеральной нервной системы. Это, в свою очередь, усиливает активность большинства желудочно-кишечных функций, повышает тонус и усиливает перистальтику и стимулирует секрецию пищеварительных соков. Симпатические волокна гастроинтестинального тракта берут начало спинного мозга между сегментами от Тароцикас-5, от грудного пятого позвонка, и до Эль-Люмбалис-2, поясничного второго позвонка. Большинство приганглионарных волокон, иннервирующих кишечник после выхода из спинного мозга, хорошо это видно на этой представленной картинке, попадает в симпатические цепочки, которые пролегают латеральнее позвоночного столба, и многие из этих волокон далее следуют удаленным ганглиям, такие как черевные ганглии, обширные брежеечные ганглии. Большинство тел постганглионарных симпатических нейронов находится в этих ганглиях, а постганглионарные симпатические волокна распространяются по всей пищеварительной системе. Симпатическая система иннервирует практически весь желудочно-кишечный тракт, вот это тоже очень важно нам понять, и окончание симпатических нервов секретирует в основном норадреналин, но иногда и непосредственно адреналин. Миогенная активность. Для гастроинтестинальных гладких мышц характерно наличие собственной медленной электрической активности, распространяющейся вдоль мембраны. Благодаря этому возникает почти непрерывное возбуждение гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта. Медленные волны мембранного потенциала покоя гладких мышц устанавливают тот ритм, в который в основном происходит сокращение желудка и кишечника. Ну, скажем, в желудке это три сокращения в минуту, а в двенадцатиперстной кишка – 12 сокращений. То есть в результате вот этой собственной медленной электрической активности, распространяющейся вдоль мембран мышечных волков, происходит почти непрерывное возбуждение гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта. И вот каждый мышечный слой, вот очень хорошо вот на вот этой появившейся картинке видно, функционирует как синтриция, а именно как, да, потенциал действия возникает где-либо в толще мышц, он, как правило, распространяется во всех направлениях. Остановимся сейчас подробнее о ранее уже упомянутых нами клетками Кахаля. Интерститальные клетки Кахаля были названы водителями ритма желудочно-кишечного тракта из-за способности вызывать циклическую спонтанную деполяризацию и медленные волны, описанные как основной электрический ритм. Они ответственны за инициирование медленных волн в гладкомощечных слоях желудочно-кишечного тракта из-за отсутствия вот уникальных ионных механизмов в гладкомощечных клетках, необходимых для их независимой выработки. И медленные волны необходимы для деполяризации гладкомощечных волокон в достаточной степени, чтобы активировать приток кальция и запустить связь возбуждения и сокращения. То есть очень важна роль этих клеток именно в непосредственно роли последующей кальца. Гуморальная система. Гуморальная система, она представлена огромным количеством различных факторов, на этом слайде мы с вами их видим, который обладает возбуждающим действием и который обладает тормозным действием. Но если вот более внимательно приглядеться к препаратам, которые обладают возбуждающим действием, то посмотрите, что я бы хотел бы выделить такой препарат, как серотонин. Он активирует моторику всего желудочно-кишечного тракта, в отличие от других препаратов, которые действуют более избирательно на тот или иной участок непосредственно гуморальной системы. Кроме того, необходимо выделить также наиболее важные вещества эти, это холецистокинин. Он незначительно угнетает опорожнение желудка и усиливает сокращение дистального отдела толстой кишки. Секретин – он ингибирует опорожнение желудка и подавляет моторику двенадцатиперстной кишки. И мотилин – он стимулирует перистальтику желудка и верхних отделов кишечника. Если возникает етрогения, в нашем случае речь идет о травме операционной, вскрытии брюшной полости. Эта реакция включает сразу в себя множество сложных неврологических, воспалительных, водно-электролитных и фармакологических механизмов, каждый из которых приводит к временному параличу пищеварительного тракта и остановке перистальтики. На экране можно отражать слайд, на котором видно, что хирургическая травма она приводит к непосредственно гиперактивации симпатической нервной системы, к нейровоспалению, к активации энтеральной глии, отеку и непосредственно реакции иммунной системы. И, к сожалению, нужно сказать, что взаимоотношения между… Вот мы смотрели с вами сейчас непосредственно рецепторы, анатомию, то видно, что огромное количество различных рецепторов, которые расположены в желудочном кишечном тракте, так вот точных взаимодействий, это вот предопределяет, что вот между как иммунными, воспалительными, нервными и глиальными клетками на сегодняшний день они недостаточно изучены, потому что это огромный массив работы. И вот даже то, что мы подняли материалы 20-го, 21-го, 23-х годов по этому вопросу ответа четкого на как взаимодействовать между собой именно вот эти все отраженные здесь компоненты мы не получили. Не получили. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что, вероятно, существуют очень сложные пути между нейронами, глиями, иммунными клетками, а также другими клетками в толще стенки самого кишечника. Эта вот схема здесь отражена на этом слайде. Вот сами манипуляции на кишечнике, на брюшной полости, вызывают воспалительную реакцию во внешней мышечной оболочке. Различные иммунные воспалительные клетки, кишечная глия, об этом очень много сейчас начали говорить, нейроны, гладкомышечные клетки, различные эндокринные клетки, сами микробы в просвете кишечника начинают носить свой вклад в воспалительную реакцию. И между этими клетками кишечной стенки существует взаимодействие в обоих направлениях, что вот я хотел бы подчеркнуть, вот здесь очень хорошо подчеркнут, это что вот то обилие предикторов, которые начинают здесь воздействовать на в будущем развитие пареза, здесь все хорошо представлено. И вот в контексте воспаления активация иммунных клеток в координации с реактивной глией способствует инфильтрации моноцитов и нейтрофилов, а все вместе это вызывает нейровоспалительную реакцию, приводящую к дисфункции гладких мышц и послеоперационной кишечной непроходимости. Глиальный патогенный механизм это еще один механизм в развитии послеоперационного пареза. Энтеральная глия очень чувствительна к механической стимуляции и механическим силам, возникающим во время перистальтики. И в нормальных физиологических условиях глиальные клетки модулируют моторику взаимодействия с нервно-моторными компонентами кишечника. И вот здесь огромное количество различных сигнальных путей отражено. И вот видно, что глия взаимодействует друг с другом и с интернерной системой посредством так называемых кальциев волн приводит к воспреждению огромного количества глиотрансмиттеров. Аномальные механические воздействия на кишку и брызжейку а это операция, это отек за счет гипергидратации, инфузионной терапии, это пневмоперитонеум приводит к активации реактивного глиального фенотипа. Реактивная глия в координации с иммунными клетками высвобождает паровоспалительные медиаторы, которые нарушают работу интернерной нервной системы и вызывают нарушение моторики желудочно-кишечного тракта. И этому способствует наша, к сожалению, работа анестезиологов при необходимости введения в частности и опиоидных анальгетиков, и зачастую неконтролируемой инфузионной терапии и ряда других факторов. Нейрогенная теория это гиперактивация симпатической нервной системы. Симпатическая иннервация кишечника играет центральную роль в возникновении кишечной непроходимости, ведь при гиперактивации симпатической системы оказывается мощное воздействие, тормозящее воздействие на желудочно-кишечный тракт. И предполагается, что рефлекторная активация симпатических путей во время и после операции в значительной степени опосредует торможение перистальтики кишечника. Постганглионарные симпатические нейроны, хорошо здесь видно на этом слайде, влияющие на моторику желудочно-кишечного тракта, имеют клеточные тела, которые расположены в привертебральных ганглиях, черевных, верхних брежеечных, нижних брежеечных, в тазовых ганглиях. Симпатические альфа-2 адренергические рецепторы, которые ингибируют кишечные рефлекторные дуги. И постганглионарные симпатические нейроны снабжают три основные мишени в кишечнике. Это менторальные ганглии, это подслизистые ганглии, и это кишечные кровеносные сосуды. И вот на данном слайде изображены нейрогенные пути, обеспечивающие развитие послеоперационного пореза. Тучные клетки, в данном случае это красные кружочки на этом слайде, стенки кишки активируются во время операции при давлении, при травме кишки, резекция. Они стимулируют афферентные чувствительные волокна, идущие к спинному мозгу. В свою очередь эти волокна увеличивают симпатическую активность при ганглионарных нейронах. И получается у нас, уважаемые коллеги, по сути дела, замкнутый круг. Или он, в данном случае, можно его назвать как порочный круг. В последние годы говорят о важной роли серотонина. Возникла так называемая серотониновая теория. И одним из патогенетических механизмов возникновения поддержания послеоперационного пореза кишечника является нарушение обмена эндогенного серотонина. В настоящее время известно, что сам серотонин играет важную роль в регуляции функций желудочно-кишечного тракта. Наибольший запас серотонина в организме находится в желудочно-кишечном тракте. А мы видели с вами на предыдущей слайде практически на всем желудочно-кишечном тракте находится непосредственно серотонин. Серотонин нескольких слов о нем. Это основная часть его содержится в энтерохромативных клетках эпителия, в пределах которого серотонин синтезируется из L-трептофана и хранится в секреторных гранулах. В энтерохроматофинных клетках вкреплены в кишечные эпители, главным образом в области крипт. Это медиатор серотонин межнейрональных связей в мышечной оболочке в тонкой кишке. Он воздействует на желудочно-кишечную моторику и кишечный транспорт электролитов и после активации серотониновых механизмов выпускаются другие медиаторы. Кроме серотонином инициирует физическое восприятие от кишечника, которое может включать в себя ощущение тошноты, метеоризма и боли. Мишенью стимуляторного влияния серотонина на моторную активность тонкой кишки являются клетки кахали, о которых мы говорили с вами выше. Результаты исследований косвенно подтверждают возможное участие серотонин энергической системы в выселении письмекерной активности клеток кахали в обеспечении медленно-волновой электромоторной активности двенадцатиперстной кишки. И нарушения схематические нарушения взаимодействия серотонина с рецепторами можно представить следующим образом. Происходит нарушение эндогенной вазомоторики, нарушение микроциркуляции, которые приводят к локальной и региональной гипоксии и в итоге к повреждению некроза ткани. Отек сам по себе может снизить сократительную активность кишечника. Следовательно, отек стенки кишечника и повышенное напряжение стенки кишечника также могут вызывать дисфункцию гладких мышц после хирургической работы. На сегодняшний день большинство патофизиологов сводят к следующим развитием фазы развития непосредственно с точки зрения патофизиологических моментов непосредственно развития пареза. Это нейрогенная фаза, о которой мы с вами говорили, воспалительная фаза, в предыдущих слайдах тоже это прозвучало и косвенно прозвучала в общем-то фармакологическая фаза, это препараты, которые вводятся извне во время проведения чаще всего анестезии и интенсивной терапии, которые неблагоприятно действуют на моторику желудочно-кишечного тракта. Если мы говорим о патогенезе кишечной непроходимости, зная непосредственно те системы, которые регулируют непосредственно саму перистальтику, то можно говорить о следующем. Операционная травма приводит к гиперкатехолуэмии. Это активация каликриин-кининовой системы с избыточным поступлением в кровоток паракринных субстратов гистамина, бродикинина, серотонина, различного рода цитокинов. Затем происходит истощение этих веществ, что приводит к стойкому дефициту. В дальнейшем нарушение брызжейчного кровотока, гипоксия, как следствие кишечной стенки, абдоминально-инфекционному воспалительному процессу, внутрикишечной и внутрибрюшной гипертензии, снижение биологической активности клеток опут системы, нарушение образования секретина, холесистокинина, энтероглюкогона и угнетению двигательной активности матурики кишки. И здесь важно роль в последние годы отмечается роль серотониновой недостаточности в патогенезе пареза желудочного кишечного тракта. Увеличивается число серотониновых легандов, они либо обладают ролью агонистов, это спазм гладкой мускулатуры, или антагонистов, это паралич гладкой мускулатуры. Происходит растяжение кишечных петель, увеличение внутрипросветного давления, застой кишечного содержимого, местное увеличение венозного давления, угнетение резорции газов, увеличение внутрипросветного давления, превышение когда внутрипросветного давления больше диастолического, то прекращается в этот момент всасывание жидкости, растяжение тонкой кишки и нарушение питания кишечной стенки. Все это приводит к эндогенной интоксикации, тканевому ацидозу, изменению свойств слизистой оболочки кишечника и бактериальной транслокации, к сожалению, хорошо известной в нашей практике интенсивной терапии и реанимации. И развитие системной полиорганной дисфункции. Если мы с вами говорим о профилактике пареза в послеоперационном периоде, мы должны вспомнить о факторах риска развития послеоперационного пареза желудочного кишечного тракта. Операции – это операции на нижнем отделе брюшной полости, использование открытого доступа при операциях на брюшной полости, объем интероперационной кровопотери, суммарная доза опиоидных анальгетиков и ожирения – это независимые факторы развития длительного пареза. Мужской пол, периферические сосудистые заболевания, экстренный характер операции и выведение стомы, инфекционные заболевания на предоперационном этапе, такие как сепсис, перенесенный септический шок, синдром системной воспалительной реакции. Важную роль играет суммарная доза опиоидных анальгетиков, наличие двух и более синхронных или местно распространенных опухолей. Предпочтение отдается лепароскопическому доступу перед открытым, но об этом мы поговорим чуть попозже, это важный тоже момент очень. И раннее начало кормления и активизации уменьшает риски развития послеоперационного пареза кишечника. Воспалительность заболевания кишечника в анамнезе повышает риск парезов, и при тонко-толстокишечном анастомозе более высокий риск развития пареза. Клиническая картина динамической непроходимости хорошо известна, и часто клиницистами это сводится к невозможности приема пищи, пероз, отсутствия перистальтики, газов и стула на протяжении пяти дней после лепаротомии и трех дней после лепароскопии. В практике даже мы считаем, что это несколько даже сроки, на которые опираются вышеуказанные авторы, даже в общем-то немножко завышенные. Хорошо известны симптомы тошнота, рвота, болезнь, сдутие живота, отсутствие нормальных звуков кишечника, аускультация кишечника, задержка от хождения газов и стула. В сомнительных случаях на помощь нам переходят хорошо известные методы непосредственно рентгенографии. Всегда есть риск то, что под парезом динамически может скрываться уже какая-то механическая непроходимость, а вот наличие расширенных петлей кишечника, множественная чашек лойбера, дифференцируется в уровне воздуха и жидкости, отсутствие газа в толстой кишке горит уже в пользу механической непроходимости. Но надо отдать душу, что вот вопрос диагностики непроходимости, благодаря, в общем-то, рентгенографическим методам и благодаря различным лучевым методам на сегодняшний день решается весьма-весьма неплохо. И если мы будем говорить о профилактике и лечении, то вот предыдущие, наверное, минут 30, то, что я говорил о системах регуляции самой перистатики желудочно-кишечного тракта, говорят о том, что лечение должно быть многокомпонентным. Что для профилактики использовалось и пытается использовать? Это пробиотики. И в профилактике развития динамического иллюса они видятся весьма перспективными, весьма перспективными, но пока широкого применения этот метод он на сегодняшний день не имеет, к сожалению. и я бы хотел бы остановиться на таком методе профилактики, как принципы ускоренного восстановления в хирургии, которые называются фаст-трек-хирургия, потому что эти принципы, которые, их всего 18, они формируются на дооперационном, операционном, послеоперационном периоде, они очень, действительно, их реализация в комплексе, подчеркиваю, что в комплексе, она очень важна для профилактики непосредственно паразо-желудочно-кишечного тракта. И начинается это все с беседы с самим пациентом. То есть пациент должен быть непосредственно участником самого лечебного процесса. В каком плане участником лечебного процесса? То есть врач должен непосредственно говорить о том, что пациент должен делать для своего успешного выздоровления. Одна часть, это, конечно же, основное, это врач-хирург, анестезиолог, интенсивист, лечащий доктор, но в процессе этом должен участвовать и пациент. Вот очень важно подчеркивается именно роль пациента в процессе непосредственного лечения в послеоперационном периоде. Много разговоров, и так как бы, так вот это, как взрыв произвело в свое время в обществе медицинском, это вопросы предоперационной механической подготовки кишечника, да, очень спорят до сих пор, очень много. И в исследовании была доказана ее низкая эффективность, и даже подчеркивалась нецелесообразность его применения. Сейчас многие вопросы начинаются, если они пересматриваются, то задаваться начинают вопросы, различные вопросы. В том числе, и, кстати говоря, я бы отнес бы сюда бы и участие пробиотиков и других веществ при использовании или отказу от механической очистки кишечника. Но вот считается, что предоперационная механическая очистка кишечника, она увеличивает риск развития несостоятельности анастомоза и воспалительных осложнений, что подтверждается очень большим количеством исследований. Но вот, например, наш центр от механической очистки кишечника не отказался, например, при операциях на прямой кишке. Нижний отдел и рактосигмовидный отдел, наверное, тоже, скорее всего, здесь вопрос еще до конца не решен в пользу отказа от механической подготовки кишечника при операциях на сигмовидной кишке. То есть вопрос достаточно сложный, хотя сейчас бытует подавляющее большинство мнений отказ от механической подготовки кишечника. Важный момент в дооперационной стратегии это дооперационное голодание. Известно, что снижает резервы гликогена и вызывает послеоперационную устойчивость к инсулину. Использование парентерального введения глюкозы перед операцией снижает инсулиновую резистентность, но это очень неудобно, это нужно проводить инфузию той же самой глюкозы. А вот энтериальное применение растворов сложных углеводов с низкой осмолярностью, и благо они появились на нашем рынке, с быстрой эвакуацией желудка сокращает время восстановления моторной функции кишечника. И вот важен момент, очень способствует, вот все ранее, отказ от голодания перед операцией минимизирует риск развития грозных осложений, связанных с послеоперационной мальдизистией. Но, уважаемые коллеги, я бы хотел остановиться на том моменте, который идет в рекомендациях. Пациенту следует разрешить прием жидкости не позднее, чем за два часа и твердой пищи за шесть часов до индукции в наркоз. Перед плановыми операциями необходимо назначать напиток, содержащий углеводы. С этим компонентом я абсолютно согласен, а вот первый момент, за два часа жидкость следует разрешить, а за шесть часов можно разрешить твердую пищу. Но вот здесь один момент, особенно в онкологии, необходимо выявление пациента с нарушением эвакуатурной функции. Мы, пойдя по пути, вот то, что здесь представлено в рекомендации, столкнулись несколько раз с аспирационным синдромом и, в общем-то, более так стали сдержанно относиться к этим рекомендациям. Потому что, во-первых, выявлять нужно пациентов с нарушением эвакуатурной функции, а кроме того, в онкологии очень много пациентов идет на операцию уже после химиотерапии, а у пациентов после химиотерапии возникает хронический синдром тошноты и рвоты. И об этом тоже нужно помнить. Примедикация. Считается, что перед операцией не следует рутинно назначать седативные препараты, они замедляют восстановление в раннем послеоперационном периоде, активизацию пациента. И вот здесь нужно сказать, что очень важный момент, да, мы должны подобрать индивидуальную примедикацию, но вот здесь очень важный момент, если пациент поступает без должной примедикации, он с давлением 180 и выше, здесь своего рода проблемы возникают. Поэтому здесь очень важный момент, с моей точки зрения, именно индивидуальное, или сейчас любят говорят, персортиницированного подхода каждого пациента с точки зрения примедикации, но очень важный момент, это непосредственно, как вот изображено на этой картинке, это умение общения с пациентом, если мы минимизируем непосредственно препараты для примедикации, это индивидуальный подход работы с пациентом, как находящимся на койке, как при поступлении в операционную, так и в самой операционной. Хирургический доступ. Было высказано предположение, что сокращение объема операционной раны с помощью лепароскопических методов приводит к меньшим нарушениям деятельности кишечника. Однако вот несколько рандомизированных исследований показали незначительное влияние лепароскопических методов улучшения на возникновение пареза кишечника. И вот при строгом таком определении кишечной непроходимости, частота ее все же остается значительной и после лепароскопической хирургии. Хотя в целом малоинвазивная хирургия, она уменьшает риски непосредственно развития пареза в послеоперационном периоде. Анестезия. Тоже очень важный момент. Считается, что необходимо использовать стандартизированный протокол, сочетанный анестезией, предусматривающий минимизацию хирургического стресса с одной стороны, достаточный уровень анальгезии и седации, надежную контролируемую мирелаксацию с возможным применением сугомодекса для быстрого выхода из наркоза и возможности ранней активизации пациента. В интероперационном периоде, конечно, целесообразно отказаться от закиси азота. Послеоперационного обезболивания, то у больных с лепаратомным доступом для обезболивания целесообразно использовать эпидуральную анестезию на основе местных анестетиков, а при лепароскопических операциях альтернативой эпидуральной анестезии может служить мультимодальная анальгезия. Важный момент, но здесь сказать проще, чем сделать в жизни, особенно при обширных, больших операциях на брюшной полости. Это ограничение внутривенной инфузии. Отек кишечника, он вторичный по отношению к перегрузке объема, связан с задержкой восстановления функций желудочно-кишечного тракта и длительному пребыванию в больнице. Относительно интероперационное ограничение жидкости у пациентов, перенесших обширные интерабдоминальные операции, сокращает время восстановления функций желудочно-кишечного тракта. Вопрос в отношении назогастрального зонда. Считается, что нет необходимости в рутинной постановке назогастрального зонда, потому что профилактическое опражнение желудка не вызывает никакого улучшения в основе кишечного транзита. А профилактическая назогастральная декомпрессия не только неэффективна, но и способствует пролонгации восстановления пропульсивности кишечника после оперативных вмешательств. А послеоперационная стратегия – это вопрос обезболивания. Мы помним, мы должны пациентов в послеоперационном периоде компенсировать непосредственно все системы органов. Второе – хорошо обезболить пациента, и чтобы пациент мог раньше активизироваться, сесть, встать. Предлагается использование мультимодальной анальгезии, мультимодальной анальгезии, которая нацелена на разные рецепторы болевого пути с целью улучшения обезболивания при одновременном снижении побочных эффектов, связанных с каждым отдельным классом. В большей степени речь идет о опиоидах. И мультимодальная анальгезия сочетать должна в себе региональную анальгезию, неопиоидные анальгетики, ингибиторы циклооксигеназа-2, инфузию лидокаина, использование гапапептинов и кетамина. При всем при том не уйти нам от такого препарата, как морфин. И многочисленные исследования показали, что опиоид, сберегающий эффект такого подхода, вышеперечисленного мной, приводит к ускоренному восстановлению желудочно-кишечного тракта и улучшению исходов, если содержание опиоидов уменьшается. Но вот проблема, и очень серьезная проблема в нашем центре, активно очень занимается, в частности, заведующий отделением Сергея Аркадьевича Розенгард, вопросами непосредственно анальгезии. И мы посмотрели очень большое количество литературы, прежде чем создавать сейчас структурные сопы по обезболиванию, и столкнулись, что оптимального сочетания этих элементов на сегодняшний день не выявлено. Это тоже серьезная проблема. Но вот что можно сказать точно, что больной с лепаратомным доступом лучше использовать эпидуральную анальгезию, а при лапароскопических операциях альтернатива может быть и мультимодальная анальгезия. Хотя и в первом случае при использовании эпидуральной анальгезии сама анальгезия должна носить мультимодальный характер. Эпидуральная анальгезия хорошо извучена непосредственно этот момент о благоприятном влиянии на послеоперационный период, и доказана эффективность эпидурального обезболивания, в частности, вот в работе, которая приводится при использовании эпидуральной анальгезии в послеоперационном периоде местными иноэстетиками, моторика восстанавливается. Ну, в данной работе восстановилось в контрольной группе было 37 часов, а восстановление в группе, где использовалась эпидуральная анальгезия 24 часа. Работы есть, я здесь ссылаюсь на работу 2001 года, есть работы самые последних годов, 20-21 годов, ну, которые подтверждают именно вот эту вот работу, но, почему я ее изобразил здесь, на этом слайде, эту работу, потому что обратите внимание, уважаемые коллеги, на то количество исследовательских групп, которые, приняли участие в проведении этого исследования. В частности, удалось показать, что в абдоминальной хирургии использование препаратов для препаратов, а именно эпидуральной анальгезии местными иноэстетиками в сравнении с использованием опиоидов увеличат сроки восстановления перистальтики, они уменьшаются в полтора раза, а иногда и более. Но здесь очень важно следующее. Условия реализации модуляции эндокринного стресса ответа. Чтобы мы получили хорошие результаты на эпидуральную анальгезию, нужно помнить, что при верхнеабдоминальных операциях необходим верхний уровень симпатического блока ТАШ-1, а при нижнеабдоминальных операциях уровень симпатического блока должен быть ТАШ-5. Известно, что верхний уровень симпатического блока обычно всегда на 2-3-4 сегмента выше уровня сенсорного блока, а при пролонгировании вот этого анальгезии должно быть после операции не менее 37-72 часов. Пациент находится в палате после операционного наблюдения, в палате реанимации, интенсивной терапии. Это где-то 12 часов после операции, а дальше переводится на отделение. И вот здесь очень важно, конечно, чтобы использовать различные методы, продленные эпидуральной анальгезией, в частности, использование помп на отделение. И нужно помнить, мы говорили в самом начале лекции, когда говорили о влиянии симпатоадреналовой системы, что симпатические волокна, иннервирующие желудочно-кишечный тракт, отходят на уровень сегментов ТАШ-5, Л4. А если еще вернуться к предыдущим слайдам, вы увидели, что есть и сакральные веточки еще. Уменьшение применения опиоидов. На сегодняшний день доказано. Уменьшение количества использованных опиоидов благоприятно влияет непосредственно на раннее восстановление перистальтики петель кишечника. Много работ в последнее время это внутривенное введение лидокаина. Доказано, что внутривенное введение лидокаина в переоперационном периоде обеспечивает анальгетический эффект, увеличивает скорость восстановления желудочно-кишечного тракта, снижает уровень цитокинов, интерлейкина, ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8 в плазме. Это преимущества не были продемонстрированы при экстра абдоминальных хирургии, но это нас сейчас в данный момент не интересует, а применяются различные схемы, но лидокаин вводится болюсно в начале, 1,5-2 миллиграмма на килограмм с последующей непрерывной инфузией в дозе 1,5-3 миллиграмма на килограмм в час в течение 24 часов после операции. И эти исследования показали, что происходит улучшение показателей как боли, меньше возникает интенсивность болевого синдрома, общее потребление опиоидов снижается и время до первого испражнения в группе, где использовался внутривенный лидокаин, как правило, меньше. Можете использовать нет. Что здесь я еще хотел бы остановиться? К сожалению, в инструкции, в современной инструкции, насколько я знаю, готовится новая инструкция к лидокаину, но вот в современной инструкции внутривенный лидокаин для обезболивания как такового он не прописан. То есть, здесь какой-то юридический аспект есть. Раннее восстановление энтерального питания. Очень важно у больных, имеющих два и более фактора возникновения послеоперационной тошноты и рвоты, необходимо использовать мультимодальный подход для профилактики и лечения самого осложнения. Допускается потребление более 300 миллилитров жидкости в день операции при колоректальных операциях. Энтеральное питание возможно адаптированное смесями через 5-8 часов после операции. Считается, что раннее кормление снижает риск инфекционных сложений, потерь белка и протечек так называемой слизистой оболочки кишечника. В свою очередь раннее энтеральное питание и потребление жидкости уменьшает объем вливаемых внутривенных жидкостей и уменьшает частоту послеоперационного пореза кишечника. Вопрос важный. Обезболен пациент хорошо, компенсирован в послеоперационном периоде ранняя физическая активизация. Через 6 часов после операции разрешается сидеть в постели. Обязательно должен быть персонал рядом. В первые сутки ходить уже можно по палате. И отказ повторно от рутинной инфузионной терапии. Это снимок из одной клиник московских наших коллег. Пациент через 5 часов после операции гимиколоктомии встать можно, было бы только желание у медперсонала. и возможность у пациента. Когда встать самостоятельно невозможно, при выраженной атонии, непосредственно мощной атонии, можно использовать такую методику как вертикализацию в послеоперационном периоде. Профилактика не помогла. Мы должны думать о лечении пареза. Некоторые препараты, о которых я сейчас буду говорить, они применяются также и для профилактики. Это мы будем оговаривать. Возникает парез. Если возникает жесткий парез, если тонкая кишка резко растянута, диаметр более 5 сантиметров, переполненная жидким содержанием с токсичными продуктами, серозная оболочка покрыта массивным наложением фибрина, то показано для компрессии путем тотальной интубации с зондом Миллера Эббота. В более легких случаях возможно просто непосредственно постановка желудочного зонда. Методика вроде бы хорошо отработана, но нужно помнить тоже, что она имеет свои побочные эффекты и возможные осложнения. Очень много работ, особенно в последние годы, посвящены, вы видите, тут ссылка даже на 23-й год жевательной резинки. Жевание жевательной резинки имитирует потребление пищи, пережевание стимулирует тонус вагуса, что имеет противовоспалительный характер. На более важные исследования сообщают об улучшении интервала до возобновления кишечного транзита, что нас более сейчас интересует в этой лекции. Но хотя большинство исследователей согласны с тем, что жевание жвачки улучшает функцию желудочно-кишечного тракта, на сегодняшний день четкого согласованного протокола не описано. В большинстве исследований пациента было предписано жевать жвачку 3-4 раза в день в течение 5-45 минут. Ссылка на различных авторов здесь представлена. Ганглиоблокаторы. Обширные реконструктивные операции на органы брюшной полости неизбежно приводят к раздражению интеррецепторов, поэтому патогенетически оправданы на применение ганглиоблокаторов. Но когда мы говорим о ганглиоблокаторах, то вот последние вот здесь отраженные на этом слайде непосредственно три строчки говорят, что мы боимся чего? Гипотонии, особенно у пациентов, которые находятся с парезом, это все-таки критическое состояние, возможно, пациенты не компенсированы полностью, риск гипотонии больше. А так вообще пентамин за счет восстановления симпатического влияния улучшает микроциркуляцию, повышает эффективность центральной гемодинамики, а за счет нормального парасимпатического влияния более раннее восстановление желудочно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта, уменьшение выраженности синдрома системного воспалительного ответа и уменьшение болевого абдоминального синдрома. Но мы боимся гипотонии. Интереснейшие работы в свое время были проведены непосредственно в Санкт-Петербургской государственной медицинской академии имени Мечникова на кафере общей хирургии. Была кандидатская работа доцента Дорофеевым Николаем Рудольфовичем и профессором ныне профессором Ивановым Михаилом Анатольевичем по использованию микродоз пентамина 0,1 применялось 5, 0,1 в одной ампуле 50 мг набирался 0,1 5 мг максимум 8 мг пентамина разводился на физиологическом растворе и вводился в эпидуральное пространство. И очень четко было видно насколько восстанавливается перистальтика петель кишечника в послеоперационном периоде и малая доза в последующем мы знаем хорошо такое свойство ганглиоблокаторов в частности пентамина это свойство тахифилоксии когда последующие дозы уже пентамина даже больше дозы они не сопровождались гипотонии способ в общем-то всем нам в свое время очень понравился но эта работа была в 90-е годы 90-е годы там много чего можно было делать к сожалению иногда и это и наверное для науки очень много все-таки было при правильной постановке вопроса но на сегодняшний день нужно сказать что официального разрешения на эпидуральное введение пентамина нет поэтому ганглиоблокаторы мы использовать не можем ингибиторы циклооксидиназы 2 заметное снижение частоты паралитической непроходимости в кишечнике в группе которой получали пациенты целый как СИБ очень интересная работа видите 22-го года использовалась доза СИБ 100 мг 2 раза в день это абсолютно стандартная противовоспалительная доза прием лекарств начинался еще до операции продолжался до выздоровления или в течение недели после операции и получилось что в послеоперационном периоде результаты восстановления перистальтики петель кишечника было быстрее чем непосредственно в группе где пациенты не получали данные препараты и что еще отметили авторы не было увеличения роста непосредственно несостоятельности швов анастомоза а мы знаем что в последние годы очень много работ говорящих о том что нестероидные противовоспалительные препараты увеличивают риск несостоятельности анастомозов следующий препарат приколоприт это препарат этого класса действует за счет увеличения высвобождения ацетилхолина в синапсах между интеральными нейронами и тем самым повышает активность интеральных моторных рефлексов на работу которую ссылаемся 2020 года проведено было исследование было в когорте было 30 пациентов с доденопанкреатоктомией и сравнивали плацебо группу с группой к которым проводили стимуляцию блуждающего нерва и группу с использованием проколоприда и выявлено что гораздо более быстрое восстановление транзита по желудочно-кишечному тракту наблюдалось в группе с использованием проколоприда по сравнению с другими группами но выборка очень маленькая поэтому конечно это требует дальнейшего исследования но авторы делают что предоперационное лечение данным препаратом снижает частоту послеоперационно-кишечной непроходимости пожалуй самый частый самый известный может быть наряду с эпидуральной анальгезией а чаще всего даже и превосходящая ее в применяемости при паразии кишечника это неостегминометилсульфат прозерин ингибитор антихолиностераза и псевдохолиностераза оказывают непрямое холинометическое действие за счет обратимого ингибирования холиностераза и потенцирование действия эндогенного ацетилхолина улучшает нервно-мышечную передачу и усиливает моторику желудочно-кишечного тракта в показаниях официально стоит профилактика лечения послеоперационной тонии кишечника подкожно или внутримышечно он используется в дозировке 0,25 мг это 0,5 мл раствора прозерина как можно раньше после операции повторно каждые 4-6 дней в течение 3-4 дней нужно помнить о том что есть побочные эффекты нарушения со стороны сердца аритмия брадикардия нарушения со стороны дыхательной системы это бронхоспазм и непосредственно гиперселивация бронхиальных желез схема применения схема применения ранее я вам сказал уже я хотел бы поделиться личным опытом использования этого препарата попалась в свое время еще в 90-е годы здесь это автор ссылка на эту статью здесь есть статья о том что эффективная доза паразерина должна быть не менее не менее 2 мг от 2 до 5 поэтому в свое время мы использовали такую нагрузочную пробу внутривенно использовали 1 мл предварительно развести на 20 мл растворителя паразерина и медленно вводили далее через 15 минут повторное введение через 30 минут повторное введение в той же дозировке контроль очень важный самочувствие пациента по наличию жалоб частота пульса и выраженность гиперселивации а далее уже переход на внутримышечное введение непосредственно по 1 мл каждые 4-6 часов и получали в принципе неплохой результат но это было время как правило опыт показывает либо если сразу же на это такое жесткое насыщение пациент реагирует то это хорошо если реакции нет то это обычно все-таки сутки двое лечение как правило минимум оценивалась эффективность только по аскультации кишечных шумов отхождение газов ну и появлению появлению стула в работе крама и соавторов получение первого стула после подкожного введения нестигмина отмечено через к сожалению дозировки они не указывают в своей работе отмечено через 30 часов после от начала лечения но однако в трех наблюдениях потребовалась отмена введения этого препарата и это серьезная в общем-то такая угроза это развитие холинергического криза и авторы рекомендуют ограничить использование ингипитеров холинестераза пациентами с аномалиями проводящиеся системы а в блокады второй и третьей степени а также после резекции кишечника с первичным анастомозом риск развития несостоятельности и вот здесь уважаемые коллеги очень интересная работа которая с которой мы встретились правда эта работа на животных в частности на мышах были получены противоположные результаты авторы сделали заключение о неоспоримой роли неостегмина в условиях сроков заживления в ускорении сроков заживления тостокишечных анастомозов вот это к вопросу о том когда мы должны начинать профилактику паразис желудочно-кишечного тракта часто очень боятся хирурги что сразу же после операционного периода в первые сутки стимуляцию желудочно-кишечного тракта проводить не следует вопрос совершенно не исследованный на сегодняшний день в общем-то четкого ответа да или нет дать нельзя но эта работа чрезвычайно интересная но вы правда скажете что это все на животных на мышах кроме того нужно сказать что по мнению ряда авторов использование прозерина неудобно кроме тех осложнений которые мы говорили связано с кратковременностью действия препаратов этой группы на гладкую мускулатуру пищеварительного тракта что требует повышения кратных всеведений а в связи с этим увеличение побочных эффектов и возможных осложнений другой препарат очень интересный с моей точки зрения мне ему удалось поработать в 90-е годы вот он на рынок наш попал это дистегминобромит убретит в показаниях вы видите есть тоже повышенная тони и паралитическая непроходимость кишечника профилактика и лечение этот препарат этот препарат с такими же побочными эффектами четко как и у предыдущего нестегминового прозерина но нужно сказать что это очень жесткий по действию препарат он и по эффекту очень хороший вот впечатление у нас сложилось о нем самое в общем-то благоприятное но путь введения только один это внутримышечный путь введения 0,5 мг внутримышечный через 24-72 часа после операции при необходимости должно может быть увеличено до 0,1 мг на 10 кг массы тела и повторное введение обратите внимание в той же дозе через 1-3 дня он долго действует и он мощный очень препарат мы когда начинали работать с ним но мы работали с порезами у пациентов кушерского профиля с пелиоперитонитами и у пациентов с урологического профиля то есть не было анастомозов наложено и этот препарат работал ну практически всегда в 100% но сопровождался в начале активация происходила выраженная перестатики петель кишечника с достаточно высоким болевым синдромом и наверное у процентов 10-15 возникало в начале рвота а к рвоте при лечении стимуляции пореза мы еще с вами вернемся чуть попозже но вот к сожалению в настоящий момент препарат не зарегистрирован на территории российской федерации но вот удивительно я вчера так когда вот у нас возникла проблема три года назад пропал с нашего рынка препарат динатон который мы очень широко пользовались и очень нам нравился в практике а где-то 6 месяцев мы все столкнулись с вами тем что проблемы стали с поставками прозерина и вот как быть что где его найти обращались также в частности с попыткой найти препарат обретит о котором мы с вами сейчас говорили мне сказали его нет я смело написал нашим в настоящий момент препарат не зарегистрирован на территории российской федерации а вчера я так случайно набрал интернет купить обретит и вышли предложения на нашем рынке интернета не могу сказать насколько соответствует та надпись которую я сейчас которую только что о которой говорил следующий препарат метаклопромид церукал механизм действия это центральный антагонист Д2 рецепторов и серитониновых 5 АШТ3 при высоких дозах увеличивает тонус и амплитуды желудочных сокращений особенно натурального отдела расслабляет сфинтр привратника и луковицы 12-перстной кишки повышает перестать и ускоряет опорожнение желудка но в показаниях мы с вами не видим пореза кишечника профилактика тошноты и рвоты профилактика постепляционной тошноты и рвоты в тех случаях когда на загостральная аспирация нежелательно со стороны нервной системы также возможны такие побочные эффекты двигательное беспокойство сонливость со стороны органов желудочно-кишечного тракта или запора или диарея а схема применения его максимальная разовая доза 20 мг а максимально суточная 60 мг для как перорального так и непосредственно внутримущественного введения этот эффект этого препарата на уменьшение проявления пореза подтвержден на фоне противоопухолевой терапии и после операции кесарево сечения ссылки на достаточно новые работы они представлены здесь но в то же время он есть работы которые не подтверждают положительный эффект положительный эффект можно сказать что положительный эффект адреноблокаторов холиномиметиков и антихолиностеразных препаратов на моторику желудочно-кишечного тракта можно ожидать лишь при паразах легких и средней степени тяжести предложен для непосредственного устранения пореза такой препарат как домперидон хорошо известный в практике как мотилиум препарат блокирует периферические дофаминовые D2 рецепторы устраняет ингибирующие влияние дофамина на функции желудочно-кишечного тракта увеличивает продолжительность перистальтических сокращений антрального отдела желудка и 12-перстной кишки улучшает работу желудка ускоряя его опорожнение его применяют у взрослых и у детей 12 лет с массой тела более 35 килограмм в дозе 10-20 миллилитров на 3-4 раза в сутки максимальная суточная доза 80 миллилитров мы используем его в качестве сиропа как правило в своей практике хотя есть и таблетированная форма но сироп удобнее и в зонт его можно ввести показания для мы видим с вами нарушение моторики верхних отделов желудочно-кишечного тракта связанные с хроническим подостром гастритом и диабетическим гастропорезом опять же моторики верхних отделов препарат мне неплохо себя зарекомендовал в практике но если посмотрите противопоказания достаточно большое количество противопоказаний особенно риски непосредственно со стороны сердечно-сосудистой системы и обратите внимание в противопоказаниях это только часть очень большое количество препаратов которые не следует одновременно применять с мотилиумом следующий препарат это тримебутин механизм действия за счет влияния на энкефалин эргическую систему кишечника регулирует перистальтику в показаниях послеоперационной паралитическая кишечная непроходимость есть побочные эффекты диарея в то же время и отмечается и запор задержка мочи способ применения взрослыми детям с 12 лет по 100-200 миллиграмм три раза в сутки работ четких показывающих именно эффективность этого препарата я не нашел но ссылки на том что этот препарат возможно использовать с этой целью он есть слабительные средства возможна альтернатива в работе Хольта отмечено положительный эффект использования слабительных средств для терапии послеоперационного паразита желудочного кишечного тракта пациенты получали бисокодил или плацебо два раза в день начиная с первого дня операции в группе где использовался непосредственно бисокодил сокращение сроков отхождения первого стула по сравнению с плацебо 25 часов а 56 часов это группа непосредственно где применялось плацебо кофеин средства для уменьшения симптомов кишечной непроходимости под вопросом мы ставим есть работа которая показает что время до первого поражения кишечника было значительно короче в группе исследований принимавших кофе однако это никак не повлияло на длительность пребывания в больнице время первого приема твердой пищи или отхождения газов есть работа которая показывает что кофе без кофеина тоже обладает непосредственно стимулирующим действием на ПРС серотонин это один из основных нейромедиаторов по химическому строению относится к биогенным аминам к ласу трептоминов и он взаимодействует с серотонинами рецепторами гладкой мускулатуры внутренних органов нормализует ее сократительную активность проявление нормализации функции гладкомышечной мускулатуры является также и стабилизация гемодинамики вот интересно роль гемодинамики у этого непосредственно серотонина есть серотонин усиливает вазоконстрикторный эффект других медиаторов в частности норадреналина может увеличить вязкость кровевлияемые эритроциты и лейкоциты и я бы хотел остановиться на работах Климова и Симоненкова которые одними из первых показали эффективность использования в дозе 0,2-0,3 миллиграмм на килограмм такого препарата как серотонин адипинат который усиливает электрическую активность усиливали электрическую активность тощие кишки и наблюдали более упорядоченные стабильные ритм сократительной активности это показано было в первых работах в частности выполнение работы над докторской диссертацией серотонин адипинат в клинических наблюдениях описан положительный опыт применения серотонина в дозе от 20 до 60 миллиграмм в сутки в послеоперационном периоде при этом продолжительность препарата составляла от 2 до 5 суток показания к этому препарату а этот препарат у нас серотонин адипинат выходит под названием Динатон это стоит функциональная кишечная непроходимость также обратите внимание есть в показаниях тромбоцитопения и геморрагический воскулит схема применения в центральную вену со скоростью 5-10 миллиграмм в час предварительно растворяя содержимое ампулы 10 миллиграмм в 100-200 миллилитров физиологического раствора при введении в периферическую вену 10-20 миллиграмм необходимо растворять в 200-400 миллилитров физиологического раствора для восстановления перистальтики в первые сутки после операционного периода в среде вводится 20-40 миллиграмм максимально суточная доза 360 варьировать можно широко и выше подбор скорости введения препарата определяется непосредственно контролем артериального давления и ощущения пациента и врача по восстановлению перистальтики петелькишечника нужно помнить что есть побочные действия в частности со стороны дыхательной системы затруднения дыхания крайне редко а вот обращать внимание и здесь это очень важный момент о нем поговорим чуть позже это надо обращать внимание на непосредственно динамику артериального давления если вот мы сравним с вами инструкции к препаратам то вот у данного препарата мы увидим с вами есть больше преимуществ и основное преимущество препаратов серотонина состоит в том что если мы вспомним начало нашей лекции то что серотонин он расположен непосредственно рецептор и его находится на всей протяжении желудочно-кишечного тракта это уникально и выраженных нарушений мы с вами не видим со стороны ритма со стороны нарушения центральной нервной системы но вот нарушения гемодинамики об этом мы должны помнить они есть но они не столь выражены при правильном использовании этого препарата интересные работы наших коллег из военно-медицинской академии контрольная группа стандартные методы лечения смотрите пожалуйста это была эпидуральная блокада прозерин и основная группа это стандартные методы лечения плюс серотонин в дозе всего лишь 10 миллиграмм внутривенной капельной интересная очень вот эта вот ссылка это экспериментальная часть работы была проведена смотрите миоэлектрическая активность желудочно-кишечного тракта после введения непосредственно серотонина обратите внимание насколько выражено улучшение происходит непосредственно функции кишки и вот если мы посмотрим на что же получили авторы применяя серотонин адипинатов в дополнение к стандартной схеме лечения данной категории больных в 93,8% случаев позволило в ближайшее время 3-5 часов после введения добиться положительного клинического результата многократное введение препарата приводило к восстановлению плистальтики на 3-й сутки после начала лечения у остальных пациентов и вот смотрите пожалуйста вот здесь что очень важно отхождение стула оно начало появляться газы отхождение газов и появление появление стула начало появляться уже в конце первого часа постепенно увеличиваясь к пятому часу смотрите какие хорошие результаты получены но есть один момент уважаемые коллеги на который нужно помнить смотрите рвота да ее стало меньше но она все равно есть и вот наше наблюдение которое мы связываем с использованием непосредственно препарата серотилонина динатона что когда начинает восстанавливаться особенно при тяжелых случаях когда переполненный желудок восстанавливается пристальтика кроме непосредственно возникает ретроградное движение в желудке также и заброс идет в ротовую полость рвота возникает но это признак того что кишка начинает восстанавливаться вот на удивление обычно рвота вот мы боимся а вот здесь в ряде случаев рвота это как сигнал тому что если конечно нет никакой механической обструкции кишки что это начинает восстанавливаться перистальтика петель кишечника и другая работа это в другом ракурсе было это для профилактики пареза при протезировании брюшного отдела аорта использована первая группа это коллеги с института склифосовского Москва использовали внутривенно серотонин в одной группе а в другой группе серотонин не использовали при операциях на брюшном отделе аорты где парез это в первые двое-трое суток это как правило и вот посмотрите в результате инфузии серотонина наблюдалось более раннее восстановление моторной функции кишечника через один час после хирургической вмешательства у семи больных из первой группы отметили перистальтика кишечника во второй группе только у одного и на полтора на полтора суток раньше в группе где использовался серотонин динатон у нас непосредственно возникал разрешение пареза быстрее здесь на этом слайде отражена можно познакомиться посмотреть что какие именно ориентиры на какие ориентиры были ориентировались наши коллеги по восстановлению перистальтики петель кишечника обратите внимание вот цифра эта группа где использовался динатон эта группа где он не использовался также и первый стул был получен на полтора суток как мы говорили выше раньше на сегодняшний день есть достаточное количество работ это преимущественно работа использования не наш потому что препарат этот наш отечественный большое количество работ которые говорят об эффективности его как в послеоперационном периоде так и с точки зрения профилактики его у различной категории пациентов ну и уважаемые коллеги я в заключении бы хотел бы также сказать о нашем опыте работы с использованием данного препарата пациент 73 года в связи с опук непосредственно большого доденального сосочка было выполнено через кожное дренирование желчных протоков в раннем послеоперационном периоде у пациента развился острый панкреатит признаки кишечной непроходимости пациент в течение четырех суток получал проводилась эпидуральная блокада смотрите дозы прозерина и цирокал они почти были максимальные для пациента 73 лет без эффективности на четвертые сутки применено использование было динатона 10 миллиграмм в час в течение пяти часов и через пять часов у нас непосредственно отмечилось улучшение состояния и пациент отметил отхождение газов в последующем появлении из стула и другой случай пациентка с молодого возраста 37 лет диагноз тяжелый лимфома с поражением желудка пробудение пораженного желудка выполнена гастроктомия четверо суток также проводилась стимуляция паразирином эпидуральной блокады не проводили цирокал в дозах максимальных применение клизм без эффекта применение динатона 10 миллиграмм в час итого 40 миллиграмм было применено через 4 часа после начала терапии отошли газы и электромеханические методы которые существуют мы их ну это самый жесткий метод наверное клизма огнева как таковые клизмы использование клизм в непосредственно в каких-то работах серьезных последние годы я не видел хотя вот за 2016 год наши коллеги из института повышения квалификации МАПО и Иркутска опубликовали две непосредственно методички в 57 страниц даже очень хорошо кстати написаны где отводится роль также использования клизм используем мы их в практике да и используем ну клизма огнева я уже давно не помню чтобы это использовать в нашей практике но таковое было стимуляция соблуждающего нерва так же как и использование различных элект гастров скажем энтеростимуляторов на сегодняшний день все-таки литературные данные говорят что по применению электростимуляции для лечения после персонала пореза пока они эти исследования не очень надеживают результаты и вместо заключения коллеги трудность в предупреждении и лечении пореза желудочно-кишечного тракта определяется крайне сложной анатомо-физиологической структуры желудочно-кишечного тракта что обусловливает необходимость многокомпонентного подхода в терапии послеоперационно-динамической непроходимости анестезиологическое обеспечение наряду с хирургической агрессией является триггером развития послеоперационного пореза желудочно-кишечного тракта и лимитирование воздействия Этих факторов составляют основу большинства вариантов снижения тяжести и продолжительности послеоперационного пореза. На наш взгляд, наиболее патогенетически обоснованными методами лечения послеоперационного пореза кишечника является использование продленной эпидуральной анальгезии местными анестетиками или серотонина-адипината. В заключении я хотел бы поблагодарить клинического ординатора нашего отделения Нурмахабетову Ружан Жумартуну за помощь в подготовке сегодняшнего доклада поиска современной литературы, перевода с английского языка. И хотел бы поблагодарить весь тот коллектив, в котором я имею честь работать, и часть нашего опыта мы показали по лечению послеоперационного пореза желудочно-кишечного тракта. Но только это, конечно, заслуга всего коллектива. Коллеги, я благодарю за внимание, и вот вижу, здесь несколько вопросов пришло, я постараюсь вам ответить, хотя по времени я чувствую, что я несколько, наверное, и задержал. Продолжение следует...